МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строители Новокуйбышевского нефтехимического комбината отметили большое событие. Вступил в строй действующих в крупнейшей в Европе комплекс производства дивинила, сырья для синтетического каучука. На площади, превышающей 500 гектаров, воздвигнуто 116 цехов и установок. В день, когда были получены первые тонны дивинила, комсомольцы Галина Савич и Владимир Борисов подняли флаг трудовой победы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этих молодых горняков в городе Шахан Карагандинского угольного бассейна называют горанинцами. Глубоко в недрах, добывая уголь, проложили они в лаве подземные улицы. Горанинцами называют членов молодежной бригады по имени их бригадира Виктора Горанина, большого мастера горнятского дела. На счету бригады уже более трех тысяч тонн угля, добытого сверхплана в юбилейном году. Северный Вьетнам. Двадцать два года назад народ под руководством партии трудящихся Вьетнама создал первое в Юго-Восточной Азии государство рабочих и крестьян. Американская военщина варварскими налетами хочет вновь лишить свободы, обречь на рабство героическую страну. Но нет такой силы, которая могла бы слонить свободолюбивый народ. Советские люди заявляют о своей решимости быть до конца на стороне вьетнамских патриотов. Агрессия Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме это вызов всем миролюбивым народам мира, сказал на собрании общественности Москвы в отвещенном 22-й годовщине провозглашения Демократической Республики Вьетнам председатель Комитета по культурным связям с зарубежными странами Романовский. Посол Демократической Республики Вьетнам в Советском Союзе Нгуэн Хо Тян говорил о боевой солидарности между вьетнамским и советским народами. Нерушима наша дружба, интернациональная солидарность с народом, который прилагает все силы, чтобы отразить агрессию американских империалистов. Первое сентября. Это утро приходит на улицы наших сел и городов как светлый праздник. Школа номер 450 в Калининском районе столицы одна из 32 новых московских школ. В юбилейном году в стране распахнули двери тысячи новых школ, в которых будут учиться полтора миллиона ребят. Знакомство с букварем – первый шаг на пути к знанию. Первый ответ в классе. Субтитры создавал DimaTorzok Но случается и так. Из скважины номер 24 неожиданно вырвался мощный газовый фонтан. Сила давления достигает почти 260 атмосфер. Нельзя медлить. В любую минуту может произойти взрыв. 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 Принимается решение перекрыть путь бесслаженной стальными плитами. Вес каждой заслонки – 300 килограммов. Монтан укращен. Победили мужество, находчивость, умение. На рижской трассе Бетерниики лучшие моторгонщики страны – участники первенства Советского Союза по шоссейно-кольцевым гонкам. Первенство осваривают около 200 спортсменов. На трассе мотоциклы с колясками. Классно до 750 кубических сантиметров. В упорной борьбе на первом этапе победил гонщик из Латвии – Рикс Ольгерт с напарником Янисом Абокиншем. На улицах Москвы необычная шесть. Со всех республик страны приехали в столицу джигиты, мастера верховой езды, чемпионы бегов. На празднике конников присутствовал маршал Советского Союза Семен Михайлович Будён. Субтитры создавал DimaTorzok «Папах, о юну, отними папаху!» «Кресту, догони девушку!» «Юноша предоставляется право поцеловать». «Папаху!» «500 конников приняли участие в празднике». В Москве продолжаются Дни культуры и искусства Союзных Республик. В Кремлёвском дворце съездов состоялся концерт мастеров искусств Белорусской ССР. «Папаху!» «Народный танец Лявониха». «Мошнаー!» «Мошна» Продолжение следует... Продолжение следует...